Добрый день, уважаемые родители. Мы с вами продолжаем разговор о массаже и гимнастике маленьких детей. И сегодня мы поговорим о определенных упражнениях, способствующих не только физическому развитию ребенка, но и его закаливанию. Очень часто спрашивают нас о том, как повышать иммунитет ребенка, как правильно его закаливать, какие мероприятия нужно проводить. На самом деле все очень просто. И чтобы ребенок рос здорово, с ним необходимо заниматься каждый день и массажными движениями, и определенными физическими упражнениями. Если вы внимательны к своему ребенку, а я думаю, что все, кто слушает достаточно внимательно к своему ребенку, то вы замечали, что уже у новорожденного малыша есть определенный набор рефлекторных движений, которые он осуществляет, иногда чисто хаотически, но достаточно постоянно. И по мере роста развития ребенка, вот эти движения нужно использовать для укрепления мышечного аппарата малыша. Необходимо помнить, что, несмотря на то, что я говорю, какие-то вещи общие, каждому ребенку нужен индивидуальный подход с учетом его физического развития, его особенностей, его настроения и так далее, и так далее. То есть вы из того, что я говорил, совсем не обязательно использовать это полностью. Вы подбираете то, что подходит больше, что малышу больше нравится, и используете эти упражнения, эти движения для укрепления мышцы малыша и для поддержания его в хорошей физической и психоэмоциональной форме. Значит, ну, кроме индивидуальных подходов, существуют общие правила. Общие правила заключаются в следующем. Итак, первое, комплекс упражнений должен быть составлен таким образом, чтобы в него входили упражнения на все группы мышц. То есть нельзя заниматься только руками или только ногами, если нет времени, сократите время на упражнения для ног и для рук, но в одной и в том же занятии необходимо прорабатывать все группы мышц, иначе он будет развиваться непропорционально. Второе, комплекс упражнений необходимо формировать по принципу от простого к сложному. Что это значит? Это значит, что мы начинаем упражнения самые простые, постепенно, очень постепенно их усложняя и доводим до достаточно сложных упражнений, которые способствуют улучшению физического развития ребенка. Кроме дальше, третий момент. Поэтапно, постепенно увеличиваются физические нагрузки. Опять же, они увеличиваются постепенно за счет повторений одного и того же упражнения. Только количество раз меняется. И вот здесь есть одна интересная особенность, которую вы должны непременно учитывать. Если по каким-то причинам вы пропускаете занятия, ну, допустим, заболел ребенок, или вы не смогли, или еще какие-то причины, когда вы несколько дней пропустили и не занимаетесь ребенком, то начинать нужно физическое занятие все сначала. То есть, как будто вы начали заниматься с ним в первый раз. То есть, нагрузка должна быть опять сведена до минимума и постепенно снова увеличивая. То есть, нельзя после перерыва давать ребенку нагрузку такую, на какой он закончил предыдущий ваш курс. Поэтому имейте это в виду. Время, затраченное, соответственно, на гимнастическое упражнение, на массаж, постепенно будет увеличиваться. Это вы тоже имейте в виду, когда вы планируете свой режим дня, режим дня малыша, чтобы не было сдвигов. Естественно, занятие с ребенком лучше по возможности проводить в одни и те же часы. Если не получается, ну, плюс-минус, конечно, разница может быть, но не надо делать такое, что сегодня вы сделали утром, завтра вы сделали вечером и так далее. То есть, желательно это делать в одни и те же часы. И лучше не один раз в день, а несколько раз в день, постепенно, вот, увеличивая продолжительность одного занятия. Не количество раз, с которым вы занимаетесь, а продолжительность каждого занятия. в процессе занятия вы должны понимать, что ребенок не должен переутомляться. Если вы чувствуете, что он устал, даже если вы, как бы, сегодня норму не сделали, упражнение надо закончить, потому что зарядка, массаж, все это должно быть ребенку в радость. Если ему это тяжело, ну, значит, какой-то сегодня индивидуальная особенность, когда он вот каким-то причинам не хочет или не может заниматься полноценно. Ничего страшного, на следующий день вы это повторите, и все встанет на свои места. Ребенку должно быть комфортно от того, что вы с ним делаете. Если этого нет, что-то нужно поменять. Либо упражнения, либо время, либо какие-то еще моменты. Если вам непонятно и вы не понимаете, что происходит, то у вас есть возможность проконсультироваться. Мы всегда ответим на ваши вопросы. В определенный возрастной период ребенка, он производит определенные какие-то движения. Все рефлексы малыша, начиная с новорожденности, они связаны с кожными проявлениями. Поэтому, если вы дотрагиваетесь до кожи ребенка, неважно, спит он или бодрствует, он будет как-то рефлекторно реагировать. И вы должны четко понимать, что у детей где-то в среднем до 4-х месяцев физиологически повышен тонус. Поэтому здесь нужно быть достаточно осторожным и ваши упражнения должны быть направлены на снятие этого повышенного тонуса. Потому что бывают экологические ситуации, когда это повышение тонуса либо выражено слишком, либо затягивается по времени. То есть не 4-м месяцам проходит, а в возрасте 5-6-7 месяцев этот тонус повышен. Это уже не норма. Значит, есть какие-то патологические изменения. К 9-ти месяцам ребенок потихонечку начинает ходить. До этого он начинает сидеть. и вот постепенно физически он готовится к этому моменту. Ему нужно помогать, скажем, упражнения связанные с увеличением возможности сидения. Вы берете его за руки и даете ему возможность самому присаживаться. Вот это выглядит примерно вот так. Вы начинаете давать ему возможность приподняться, не поднимая его, а давая ему ощущение опоры. И тогда он пусть даже не до конца садится, а вот такие упражнения вы начинаете его как бы раскачивать, укрепляя мышцы спины и мышцы пресса. В идеале кроватки или коляски, где он находится, прикрепляется определенная планка такое, чтобы он мог достать руками и ухватиться за нее и держась, приподниматься самому. Таким образом, он начинает сам тренировать. Значит, все эти стремления ребенка к укреплению мышц надо поощрять и это своего рода определенные упражнения. Когда ребенок начинает пытаться ходить, мы должны ему дать возможность ускорить этот процесс, поощрять, можно начинать водить его за руки, но желательно держать не за кисть, а за предплечье, потому что в случае падения или в случае он неожиданно дернется, вы держите за кистью, или что еще хуже, за пальцы, вы просто можете вытянуть, растянуть связки лучезапясного сустава или фаланговой связки, ему будет больно, поэтому вы держите за предплечье, ниже, вернее, выше лучезапясных суставов, вот за эти места, держите желательно за две руки, идете впереди, он идет за вами, или можно дать возможность опереться на движущий предмет, на коляску, на какое-то другое вариант передвижения, или на предмет недвижущейся, скажем, кроватка, манеж и так далее, когда ребенок не передвигает этот предмет, а держать за него совершает движение ходьбы. Не надо бояться, не надо пугаться, когда ребенок падает. Это на самом деле, помимо того, что это естественный процесс, это еще своего рода упражнение, как странно это не прозвучит, но тем не менее, в процессе падения ребенка развивается его опорно-двигательный аппарат. Во-первых, он учится правильно падать, чтобы ему не было больно, во-вторых, он группируется, то есть мышцы начинают рефлекторно создавать себе как-то называемую подушку безопасности, и в-третьих, не надо бежать, поднимать и утешать ребенка, надо дать ему возможность стать самому. Это опять же своего рода упражнение, потому что в этот момент мышцы его активно работают на фоне такого своеобразного стрессового состояния, которое является падением, является выброс адреналина, который стимулирует активную работу мышц, и в конечном итоге это приводит к укреплению мышц и вырабатывает связь скелетно-мышечной системы именно для правильного падения и для правильного функционирования организма ребенка. Значит, естественно, нужно следить, чтобы ребенок не получил травму, то есть вариант острых углов, вариант каких-то предметов, у которых он может больно стукнуться или нести себе травму, это должно быть исключено, то есть вот эти вот обучения ходьбе должно быть в том месте, где нет таких предметов, которые ему причинят неприятность. Значит, чувство расстояния и уверенности в себе достигается, допустим, следующим элементарным упражнением. Вы отходите от ребенка на расстояние, допустим, метра два и маните его к себе, дарая возможность ему это расстояние пройти. Если он боится, не идет, возьмите то, что ему привлечет, любимую игрушку или какой-то вкусный подарок, чтобы он его знал и стремился заполучить. И тогда он это расстояние преодолеет. Если ваш эксперимент окажется успешным, увеличьте расстояние. Но в любом случае поощрите ребенка за то, что он сделал, похвалите его, дайте то, к чему он стремился, чтобы ему было интересно совершать эти походы и в будущем. и увеличите расстояние, и каждый раз это расстояние увеличите. Если он начинает, максимальное расстояние, которое он может пройти без особых сложностей для себя, это где-то в районе 5 метров. Больше не надо. Добились этого расстояния, очень хорошо закрепляйте это упражнение. На следующей нашей встрече мы с вами продолжим разговор о упражнениях, о массаже, и прежде чем закончим, возвращаясь к ходьбе, я хочу вам рекомендовать по возможности, как только ребенок начинает ходить, давайте ему возможность ходить босиком. Почему? Потому что с одной стороны это правильно формирует стопу, то есть мышцы стопы развиваются правильно, своего рода профилактика плоскостопия, с одной стороны, с другой стороны это вариант закаливания. Единственное, конечно, желательно это делать не по каменному полу, если пол каменный, плечный или так далее, то застилайте его ковром, ковролинами или другими какими-то покрытиями, желательно минимальной синтетикой, и пусть ребенок ходит босиком, это еще и повторяю, вариант закаливания, то есть рецепторы кожи на стопах воспринимают, там еще и биологически активные точки воспринимают его как положительный такой момент для повышения иммунитета. И я вам рассказывал на прошлых наших занятиях, посвященных иммунитету, что иногда можно, когда уже ребенок твердо стоит на ногах, делать такой пляжный вариант, то есть мелкие камушки и дать возможность походить ребенку по камушкам. Опять же два этих фактора, фактор формирования мышц и фактор закаливания, они как бы работают одномоментно. А на сегодняшней нашей с вами встречи подходит к концу. Я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго и берегите себя.